Ну что, здорово, молодой! С тобой, как обычно, Паша Клейнс, и я сейчас в матрёшечке на пятом сервачке, и как сюда попасть? Вот микрогайдик, хлоп! И, как обычно, небольшой гайдик о том, как найти ссылочку. Ты просто-напросто берёшь, заходишь на мой канал, дальше ты нажимаешь на ссылочки все, и находишь нужную тебе ссылочку. Такие вот дела. А в закрепе тебя ждёт секретненький промокодик, который тебе даст бесплатно тачечку. Держу тоже в курсе. Название ролика, это, знаешь, это типа не на хайпе и не прочее пятое-десятое, а всё как бы чуть-чуть по факту, если так можно выразиться. Потому что на данный момент это, как мне кажется, действительно единственный способ поиграть за полюбившихся, возможно, полюбившихся тебе, ну, вот этих вот персонажей туда-сюда. А учитывая, ну вот сейчас 13 декабря, учитывая события, которые произошли, а именно, что вот типа слили все две серии, слово пацана, и это типа такое, да, себе казалось бы. Но я глянул, каюсь вот именно в таком вот варианте, без спойлеров, без всего, но тем не менее, да. Короче говоря, что я тебе хочу сказать. В матрёшечку роли Плей, это, ты знаешь, будет не очень большой такой ролик, без там казика, как я обычно делаю, всё такое. Но тем не менее, в матрёшку роли Плей всё-таки добавили скинчики из этого сериала, и они все находятся в игровых наборах. И сегодня, я надеюсь, что там челик, короче, проснётся, который мне чуть-чуть поможет в съёмочках этого ролика. И, короче говоря, мы с тобой глянем на этих, ну, персонажей, как они есть, и вот такой вот, короче, моментус. Ладно, давай чуть-чуть полетим, да, с тобой. Вот, ты, к слову, это самое. И если что, ты можешь вот так вот делать, да, как вот я сейчас делаю на экране, отправить, и вот здесь вот, вот так вот делаешь, короче говоря. Плюс 30 тысяч, между прочим, и гелик. Просто держу тебя в курсе вот так вот, вводишь, и вообще прекрасно. Я уже этот промик активировал, как ты видишь. Итак, собственно, что мы теперь с тобой сделаем? Мы с тобой заходим непосредственно в этот самый, в тележку, да. И что мы здесь с тобой видим? Мы с тобой видим, что здесь ноль спойлеров, то есть всё это дело ещё до начала нужно отыскать, найти и так далее, и тому подобное. Чем мы сейчас с тобой и быстренько займёмся? А именно, нужно зайти в игровые пакеты. И что мы здесь видим? Мы здесь видим уже кому-то полюбившихся персонажей, я к ним уже успел привыкнуть, так более-менее так сказать. И, соответственно, что, кто у нас здесь имеется? У нас здесь есть скин Adidas плюс BMW X6 F16. Вот, казалось бы, что, блин, почему тут Бэха, X6, ведь все эти персонажи, это типа конец 80-х годов, там всё такое, 5-е, 10-е. Но, на самом деле, вся вот эта вот история происходит именно таким вот образом, так сейчас я штучку одну тут уберу, собственно говоря, ага, всё, убрал. Вот, дело в том, что, ну, типа, это ведь всю вот эту историю нужно же адаптировать под какие-то более-менее современные реалии и прочие такие вот моменты, поэтому, собственно, вот такая вот история. И, на самом деле, наборчик вроде как неплохой, учитывая, что это типа эксклюзивные скинчики, всё такое. Да, скорее всего, о сериале, там, через время, там, забудут жёстко и так далее, но, хрен его знает, на самом деле, как будет, тем не менее, эти скины уже есть непосредственно здесь, вот. Ну, то есть, в матрёшка ролеплей. И, соответственно, скин Adidas плюс BMW X6 F16. Дальше у нас есть Маратик непосредственно, он же Adidas-младший, если угодно. И он, получается, в наборчике с BMW 750IL E38. Вот, в принципе, неплохой наборчик и весь вот этот прайс-ценник, он идёт непосредственно за, ну, скорее, за персонажа, да, непосредственно. Ну, то есть, как бы, эта машина не стоит вот таких вот больших достаточно денег, да, казалось бы. Поэтому вся эта история, конечно же, в первую очередь за персонажей, да, идёт. Следующий у нас это скин Пальто плюс ГАЗ-24 Волга. Есть у нас ещё один персонаж в сериале. Получается, что его зовут Андрей, ну, по лору, да. И, соответственно, вот такая вот история, то есть, за 2529 рублей ты получаешь набор в виде Андрея Пальто и, соответственно, вот этой вот Волги. Хотя, вот, чисто моё мнение, возможно, что было бы гораздо типологичнее, да, казалось бы, сделать таким образом, что вот эта вот Волга, она должна была быть или у Марата, или у Адидаса непосредственно, потому что по лору сериала у отца, получается, была белая Волга. То есть, они там супер сажиточно жили, типа, мажорики, короче, такие, да, люстра за 230-250 рублей, там, всё такое. А на секундочку, зарплаты в то время как раз-таки были в сотнях, да, рублей. Ну, мало ли кто-то не шарит, что вот были 80-е, там, 90-е года и всё такое. Ну, и, соответственно, такая вот история. Но сегодняшний ролик всё-таки, как обычно, про матрёшку ролеплей, а не про, там, какие-то 80-е-90-е. Ну, так, отчасти, да, чуть-чуть, потому что вот есть сериал, слово, пацаны, кровь на асфальте, там. И с первого сезона, ну, на данный момент только один сезон вышел, с двумя сериями, кстати, которые слили, там, седьмую и восьмую. И есть вот эти вот персонажи. Итак, давай сейчас попробую пробить этих персов, и мы на них поближе посмотрим. Погнали. Итак, ну что же, у меня всё получилось. И первый скинчик, это у нас Маратик непосредственно. Вот таким вот он у нас образом выглядит. И на самом деле, ну, типа, учитывая, что всё плюс-минус на скорую руку туда-сюда, это всё очень-очень даже классненько. Ну, то есть, казалось бы, что можно было бы сделать отдельно, ну, получается, курточку, там, всё такое. Но это всё немножечко заморочки. Что ещё я бы хотел сказать, как бы, достаточно, ну, такой массивный скин, как будто бы это я, блин, бегаю, а не Маратик, учитывая, что сам Марат по лору сериала был, ну, как бы, ему лет 15, да, по лору сериала. Хотя актёру вроде 24 в этом, но это не так важно, окей. Он просто, ну, как бы худенький, да, сам по себе худенький и не очень, ну, высокий. А тут, как будто бы, ну, чисто жёсткий типуля. Ну, да, я всё понимаю, что, типа, у него мешковитая, короче, синяя куртка, всё такое. Но, тем не менее, вот у нас есть вот этот вот character, вот этот персонаж. Вот, и, соответственно, такая вот и история. А учитывая, что ещё и зима, как бы, да, сейчас, ну, всё-таки декабрь месяц, да, идёт. Допустим, в Тюмени просто очень холодно максимально. У меня все окна, короче, все вот эти вот дефекты, которые могли быть, они все вылезли. Вот, и как бы, да, соответственно, Маратику холодно точно не будет. Сейчас мне, короче, другой скинчик выдадут, и мы с тобой на него тоже глянем. Ну, что же, собственно говоря, уже следующий скинчик непосредственно. И этот скинчик у нас уже непосредственно Вовы Адидаса, он же Вова Суворов. Вот, кто видел там, хотя нет, ничего спойлерить, ничего нигде не буду. Просто вот этот скинчик, он максимально очень сильно похожий на оригинал. То есть, условно, у него была мешковитая курточка тоже, все вот эти вот моментики там, всякие пятые-десятые. Ну, и, соответственно, вот он у нас Вова Адидас. Вот, и, в принципе, очень даже хорошо всё сделано. Я говорю, что, ну, типа, Вова, он побольше похож на себя, вот этот вот сам персонаж. И, как бы, мне очень даже нравится вся вот эта вот история. Но, опять же, если, типа, сравнивать, да, чуть-чуть, вот, допустим, его лицо, да, как будто бы что-то там есть всякие микро-косячки, все такое. Я прекрасно понимаю, что это мобильная игра, и к этому присматриваться никто не это самое не будет. Ну, и, кстати, я тоже не буду. Я хотел просто с Райаном Гостлингом, да, там сравнить этот скинчик. Короче, мне этот скинчик, в принципе, симпатизирует. И мы сейчас с тобой посмотрим на последнего персонажа из вот этой всей истории. Итак, ну что же, у нас последний персонаж, а именно это Хандруха Фальто, который, типа, в начале сериала фрешился к пацанам, все такое, потому что ему не очень понравилась вся вот эта вот история, да. Вот, на самом деле, касаемо сериала, очень, ну, как бы, рассуждать можно много прочее, 5-10. Но мы сегодня просто смотрим на скинчики, как они выглядят. И, на самом деле, я повторюсь, что, по-моему, это пока что единственный способ поиграть за данных персонажей, и при этом на машинках там покататься всякие штучки, дрючки, 5-10 и всякое такое. Итак, ну что же, у нас последний скинчик, да, с тобой, а именно это Андрюха с фингалом жестким, да, с таким, с красным этим самым, конечно же, галстуком. Вот, там кто-то едет, там, что уже, стрелка какая-то, Никитас, а, Никола со стрелки едет. Ой, кстати, прозрачно этот балкончик, и я все понял, спасибо. Короче говоря, вот такой вот у нас персонаж, и на самом деле тоже достаточно сильно похожий. Никола Тосла просто подъехал и стоит нормально. Вот, и очень сильно похожий на персонажа. Вот, и пока что, как мне кажется, меньше всех, ну, типа, похож именно Маратик, который Adidas-младший, но, тем не менее, эти скинчики, они все равно здесь есть, и это, ну, прикольненько, типа, ты знаешь, вот. И, на самом деле, было бы, наверное, тоже прикольно, если бы добавили вариации с кинов самого же самого Андрюхи Пальто, то есть, как ты помнишь, вот так вот он выглядел после, там, самой первой фотосовки, да, какой-то своей. И чуть позже у него же была, типа, шапка-кепка такая, знаешь, она вроде как теплая, вроде как нет. Ну, короче говоря, чуть-чуть по-другому это все выглядело, но, тем не менее, опять же, повторюсь, здесь есть все вот эти вот персонажи, все три штуки, и это очень даже фрикалдесенько. Ну, и мы с тобой в лишний раз напомнимся, так сказать, да, что это, сколько стоит и прочие пятое-десятое вот такие вот штуки. Итак, если ты хочешь скин Adidas плюс Behu X6 F16, то это 4К рублей. Если ты хочешь Амаратика, то это 2,699, и если ты хочешь Андрюху себе, ну, типа, чтобы бегать за вот этого персонажа, там, туда-сюда, вот эту суету наводить, то, соответственно, 2,529. Я думаю, что, а, еще, кстати, есть набор из трех персонажей, ну, типа, здесь все, это даже очень хорошая история. То есть, ты получаешь всех трех персонажей за практически 7 тысяч рублей, ну, то есть, 6999, и, на самом деле, если все-таки что-то у тебя есть, какая-то возможность, да, какая-то еще что-то, или ты хочешь вот этого всего, то ты выполняй их, мог бы взять. Как ты видишь, как, как? А как? А вот так, блин. Как ты видишь, у меня пока что такой возможности нет, у меня 1 700 рублей, и я это все дело буду тратить на бронзовые кейсы, да, скорее всего. Ну, там все как обычно, короче, ты ж меня знаешь, в принципе, если уже смотрел, а если нет, то, собственно, вот, пожалуйста, грубо говоря, я поиграл в слово пацана, ну, как бы в матрешечке ролеплей. И, на самом деле, я бы, скорее всего, за Володю бы бегал, за Адидаса, потому что он, типа, по возрасту мне ближе, да, там, все такое. Эти ребятки, они, ну, такие а-ля, фа-младший, короче, чисто вот. Андрюха, это чисто пионер такой, знаешь, что-то в этом промежутке. Вот, короче, такая вот история, то есть, вышли вот эти персонажи, вышли эти скинчики, ты их можешь приобрести, если хочешь, если не хочешь, то можешь не приобретать. Я пока что, как ты видишь, не хочу, если бы захотел, то я бы за Дудоню уже там все такое и приобрел бы. А пока что, ну, что-то как-то нет. На самом деле, жду второй сезон, вот, к слову, да, очень забавный такой микрофактик, я тебе раз скажу. Есть же вот эти всякие паблики, которые связаны с, ну, городами в России, вот, и в ЧП Тюмень, типа, прилетело, короче, прилетел пост. Прилетел пост, что вот там, набираем людей для массовки там, со словом пацана, второй сезон, все такое. Вот, как я об этом узнал, Леша Хайпер мне, получается, скинул пост, что, типа, вот вы, Новосибирске, они там всякие кастинги, типа, проводят. И он такой, блин, ну, в принципе, было бы, ну, типа, прикольно. А я такой сижу и думаю, что-то попахивает чем-то не тем, какая-то фигня, фейки туда-сюда. И вот так вот оно и оказалось. Потому что фактически в каждом паблике каждого города появилась вот этот вот пост о том, что вот, проводим набор, там, кастинг, съемок. Ну, просто это не совсем реально какая-то и история, потому что люди, да, которые, ну, содействованы в сериале, я не знаю, Сергей Бурунов, там, вот тот же самый. Ну, вот для меня это просто актер, там, супер-мега-классный. Вот, и как бы вообще вся съемочная команда, зачем ей ездить по разным городам, если все можно сделать в одном городе. И причем были указаны одни и те же даты, типа, январь-декабрь. То есть, за два месяца они хотели, ну, якобы, типа, да, якобы, хотели объездить, типа, страну всю, что ли, типа, и какие-то подсъемы сделать. Чушня, как мне кажется. Ладно, короче говоря, с собой, каковы, чтобы Фаша Клейнс, это была матрешечка, пятый сервачок. Я просто вижу, что вы периодически интересуетесь, товарищи, где я играю, все такое. Это пятый сервачок. И мы сегодня с тобой посмотрели, как в теории можно было бы поиграть в слово пацана. И пока что, как ты видишь, это матрешка. Вот и все. Вот. Ну и все. Огромните спасибо за просмотр. Обзорчик подходит к концу. Я надеюсь, что тебе все понравилось. И, в принципе, ты кайфунутом, с кайфом время провел и не сильно разозлился на, типа, кликбейт, наверное, хотя, вроде, не совсем кликбейт. Все. Так, 9. Увидимся.